Ещё поют о валых парусах КОНЕЦ Добрый вечер, столица! Здравствуй, Москва! Привет и поклон тебе с берегов Каспии и Балтики, с Тихого и Ледовитого, с Чёрного и Белого, с Волги и Амура, со всех морей и океанов, со всех больших и малых рек нашей Родины! С праздником, дорогие друзья! С Днём Рыбака! Я с удовольствием выполняю приятную миссию и по поручению рыбаков Дальнего Востока приветствую всех рыбаков Советского Союза, которых сегодня мы принимаем в Москве на Центральном телевидении и собрал их всех наш рыбацкий голубой огонёк! Может возник и справедливый вопрос, почему именно гостей принимают сегодня дальневосточники? Ну, дело в том, что дальневосточный бассейн самый большой и самый дальний, поэтому им оказана эта честь. Дороги рыбацкие, где они только не пролегли, в арктических льдах и за экватором в тропиках, через вьюги, бури, туманы, штормы! И наш советский рыбак пройдёт через любые морские дороги, потому что с ним всегда Родина! Дороги мои, дороги придумали вас, Не боги, вас топтали когда-то, Бои, машинные скаты, А больше всего солдаты, Те, что подобно ливню грозно врывались в зимний, Те, что в Москву спасали, Те, что острее стали. Дороги мои, дороги, Вы, сестры моей тревоги, Сестры моей печали, Часто мы нас разлучали, Часто не возвращали. Мимо лесов пахлатых Памятников дощатых Снова идут куда-то, Братья мои, солдаты, Дороги мои, дороги, Сделите мне пыль под ноги, Будьте мои дороги, Прямы, как любые и строгие, Как те, что всегда в дороге, Шедшие к перекопу, Спавшие всю Европу, Спавшие в дыме боя, Мир досталим с тобою. Дороги мои, дороги, Придумали вас, Де, боги, Вас Топтали когда-то Кони, Машинные скаты, А больше всего Солдаты. Центральное телевидение и голубой огонек Рады приветствовать наших дорогих гостей. И нам хочется в память о нашей сегодняшней встрече Вручить вот эти традиционные огоньковские сувениры, Вручить представителям всех бассейнов. И мы вручаем нашим почетным гостям. Нам на голубой огонек вместе с капитанами, механиками, штурманами, Траулмейстерами, рабочими плавзаводов и траулеров Приехал из города Владивостока Эстрадный оркестр дальневосточных рыбаков «Волна». Сейчас у нас речь пойдет о рекордсменах. Как вы считаете, Аркадий Иванович? По-моему, это вполне уместно и своевременно, Николай Иванович. Космонавт Алексей Ильонов. Я думаю, что имя первого человека, шагнувшего в открытый космос, В дополнительных рекомендациях не нуждается. Тем не менее, космонавт Леонов является рекордсменом страны по вылову рыбы. И сейчас мы представляем Алексея Архиповича, который, наверное, сейчас смотрит нашу передачу, и всем зрителям капитана Александра Ивановича Булгакова, который несколько лет плавал старшим помощником на океанском сейнере космонавт Леонов. Пожалуйста, Алексей. Разрешите мне от имени камчатских рыбаков поздравить рыбаков всех водоемов и бассейнов с Днем Рыбака. Сейчас наши суда находятся в море, промышляют. Многие из них уже выполнили годовые задания. Но так как у нас еще Дальний Восток остает по переработке рыбы от промыслового флота, то еще не все экипажи справляются со своими социалистическими взятиями. Экипаж космонавта Леонова сейчас находится в далеком Беринговом море. Экипаж поручил, и также капитан Евгений Чайков поручили передать привет Алексею Архиповичу и пригласить его на сейнер. Вы знаете, друзья, Алексей Архипович знал о нашей сегодняшней встрече в эфире и прислал на голубой огонек телеграмму. Я хочу ее прочесть. С праздником вас, дорогие друзья! Всегда вам полного трала и новых космических уловов! Космонавт Леон. Когда мы говорим «морские волки», нам всегда представляются почему-то люди какие-то пожилые, правда, убеленные сединами, немножко даже, может быть, сурового вида. И вот сейчас мы рискнем подойти к таким волкам. Знакомьтесь, пожалуйста. Капитан дальнего плавания, капитан-директор рыболовецкого морозильного траулера, авиатор Николай Иванович Голубенко, старший тралмейстер Голубев Валерий Иванович, вместе с ними руководитель консервного завода на острове Попов, Великов Валентин Васильевич, инженер-технолог, приехавший к нам с острова Сахалин, Валентина Андреевна Ларина. Анна Николаевна, я думаю, вы разрешите нам не рассказывать сегодня страшных морских историй. Тем более, что мы на ганьке отдыхаем. Хорошо, не надо. Поэтому наш рассказ мы комментируем тем, что представим вам человека очень интересной морской профессии, рыбака-водолаза, товарища Анатолия Овчинникова. Анатолия Овчинникова. Я знаю, у красотки, есть сторож у крыльца, никто не загородит дорогу молодца. Анатолия Овчинникова. Анатолия Овчинникова. Анатолия Овчинникова. Была бы только тройка, Тройка, да тройка, повыстрей! Вот эти московские цветы прислали нам московские цветоводы и просили их передать нашей уважаемой гости. Тройка, главному врачу Антарктической флотилии Советской России Ксении Матвеевне Житлухиной, которая в очень сложных условиях делает сложнейшие операции, приходит на помощь людям, делает операции во время шторма, сильную качку. Ксения Матвеевна, пожалуйста, примите наше поздравление с праздником и вот эти цветы. Ксения Матвеевна, ну как же вы делаете операцию в море? Ведь это же очень сложно. Анна Николаевна, хирургическая работа в море ведется так же, как и на берегу, только несколько необычных условиях штормовой погоды иногда. Кроме того, суда наши находятся на большом расстоянии от базы, где расположен лазерет с его медицинскими работниками. Мне вспоминается такой случай, когда на одном из судов за 1300 миль от базы внезапно заболел штурман. Было принято решение, чтобы сократить это расстояние и время, больной нуждался в экстренной хирургической помощи. Было принято решение высадить хирургическую бригаду на один из судов, которому поручалась роль скорой медицинской помощи. Суда пришли друг другу навстречу. Высадка производилась на шлюпке. Мы благополучно высадились. Кают-компания была приспособлена под операционную, и больной своевременно был прооперирован, а затем взят в лазерет для долечивания. Единственное, что нам мешало, это штормовая погода, качка. Тогда мы просили капитана, чтобы он ставил судно так, чтобы его меньше качало. Хорошо. С праздником! Еще раз праздник, вам нравится наши цветы московские? За цветы, Анна Николаевна, спасибо. Много трудных морских профессий, но мне кажется, что самая трудная профессия – это женщины-рыбачки ждать. И цветы мне хочется эти передать любимым наших рыбаков. Всем, кто умеет верить, надеется ждать. Спасибо. 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 Мы считаем, что народный артист Советского Союза Дмитрий Михайлович Гнатюк сделал очень приятный подарок сейчас всем женщинам. Спасибо. И одновременно вы выполнили коллективную заявку наших гостей, коллективную заявку представителя западного бассейна капитана Савенко Ивана Степановича, северянина-матроса Виктора Палыча Третьякова и нашего гостя Самура, рыбака-бригадира Ефима Филипповича Нехорошкова. Внимание! 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 Дорогие товарищи рыбаки! Вы прошли тысячи миль по морям и океанам. Вы ходили во льдах и тропах. Вы не раз пересекали эквад. Внимание! 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 Через две минуты первый рыбацкий голубой огонек пересечет свой телевизионный экватор. Всем участникам передачи сохранять полное спокойствие, оставаться на своих местах и приготовиться к массовому купанию. Распоряжение подписал представитель главной инспекции безопасности мореплавания плодородной промышленности Аркадий Викторович Кишневский, временно исполняющей обязанности Нептуна голубого огонька. АПЛОДИСМЕНТЫ Нептуна знают в целом мире, но и Нептуну невдомёк. Что нынче мы зажгли в эфире, зажгли рыбацкий огонёк. Чтоб голубым, как волны светом, по всем морям и берегам донёс до вас слова привета, поклон и слава рыбакам. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А теперь прошу со вниманием всех вас выслушать мою грамоту, а ещё прошу зачитать её наших дикторов уважаемых. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Нынче ведомо в день июльской сей, что за люди в эфире праздничном, знаем мы, куда путь свой держите, уважение, честь и место вам. АПЛОДИСМЕНТЫ Ольга Высоцкая Чтоб запомнили встречу добрую, по традиции, по обычаю, я по чарке вам поднести велю кофе нашего Огоньковского. Валентина Леонтьева АПЛОДИСМЕНТЫ А ещё велю я купать вас всех в море музыки, в реках песенных, чтобы танцами, будто волнами закачало вас именинников. Игорь Кириллов А теперь велю добрым молодцам, что рыбацкую дружбой связаны, встать за камеры телевизионные и видать в эфир наше зрелище. Пусть узнают вас, пусть увидят все, по рекам, морям, океанам, рыбаки всегда по волнам идут, рыбаки в эфир огонёк ведут. АПЛОДИСМЕНТЫ Извините, пожалуйста, что я нарушил ваше коллективное чтение. Я хочу поблагодарить за любезное приглашение на уху. Какой уху, простите? Ну как же, мне сказали, что сегодня здесь, в Москве, в честь Дня Рыбака, собираются представители всех водоёмов Советского Союза, морей, океанов и рек и приготовят телевизионную коллективную уху. А вы привезли с Чёрного моря рыбу? Ну что вы, с каких средств? Мы привезли с Маргаритой Дёминой опереточную приправу. А насчёт рыбы, так у нас одесситы ждут её у моря, когда привезут нам её с Тихого океана. Извините, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что ж, с помощью наших новых телевизионных императоров, наших именинников И с помощью артистов Московского театра «Опереты» мы успешно перешли экватор нашей передачи. За экватором «Голубого огонька» вас встречают друзья черноморских рыбаков, солисты Одесского театра музыкальной комедии, заслуженная артистка республики Маргарита Демина и народный артист республики Михаил Водяной. Ну, куда меня завезли? Рыбная чешуя, жара, песок. Мне только простаки могут думать, что у киноактрисы легкая жизнь. Очаровательная Альбина Борисовна, ну неужели вас не привлекают наши пейзажи? Обратите внимание, это живой Айвазовский. Это необитаемый остров, а вы пародия на Робинзона Круза. Тронут. Если я Робинзон, то вы очаровательная могли бы стать моей пятницей. Боже, как острите плоско. Ну, субботой. Оставьте, пожалуйста. Ну, тогда сойдемся на воскресенье. Так вот что, товарищ, как вас... Называйте меня для романтичности Дон Травила Понтический. Мне не нужна романтика. Скажите мне просто ваше настоящее имя. А можно стихами для романтичности? Ну, говорите. Тише, тихо, потихонечко. Перед вами кок, тихо, тише, потихонечко. Так вот что, товарищ Потихонечко. Довольно становится жутко от ваших стихов и серенат под моим окном. А сегодня с просонья я до смерти испугалась вашего голоса. Вы скоро привыкнете, очаровательная. Но при виде вас я не могу говорить прозой. Я не могу не петь. Я уполномочен руководством доставлять им беспрерывные радости. Украшать ваше пребывание на нашей рыбной базе. Это я выкинул из кладовки старые бочки и устроил для вас уютнейший бодуар. Это я сконструировал для вас закрытого типа душ, пресный. Ну, в чем вы еще нуждаетесь? Спасибо. Ну, а теперь мне нужен телефон. Междугороднее немедленно. А зачем так срочно? Вы что, соскучились по мужу? Да нет у меня мужа. Я независима. Я должна позвонить директору киностудии. Буду жаловаться на условия и съемок. Мы же артисты, а не бычки в томате. И вообще, куда все девались наши? Очаровательная, ну не надо так, извините за выражение, нервничать. Ваши в маленькой лагуне устанавливают аппаратуру. Сейчас мы пройдем туда. А пока что прослушайте маленький экспромт под названием «Жепот волны». Ласково шепчет волна, останься со мной одна. Ну, куда же ты хочешь бежать? Ну, снимай свои босоножки. Дай мне твои ножки целовать, целовать. Я могу убить вас вот на этом морском песочке. На морском песочке? Я Альбину встретил в розовых чулочках, талия в курсете. Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Мне ты изменила и меня кусаешь. Я уже это видела и слышала. Нет, я все-таки убью вас. Но прежде чем совершить это тяжкое преступление, скажите, очаровательная, какие бы вы хотели видеть блюда в меню сегодняшнего обеда? И вы будете его готовить? Перед вами лучший кок черноморского побережья. Смею предложить вам салат из миди и креветок. Деликатес. Печень морского кота в соусе пекан. Барабульку в уксисе по-французски. Или жареную морскую иглу с помидорками. Я ем только кислое молоко с бисквитами. Боже мой, а рыбацкое уха из пяти отстойных отваров? А флотский борщ, зажаренный старым, как наша жизнь, салом? Не хочу, не хочу, нет. Альбина Борисовна, вы неопытны. А, а путина? Путина? А что это такое путина? Вы не знаете, что такое путина? Нет. Путина, это когда идет огромный косяк рыбы. Вы стоите на берегу с вилкой и выбираете любую из них. Ну хотите, ну хотите, я вам предложу кита с огромными усами. У вас есть настоящий кит? Есть, дорогая. Он прошел через Босфор на Дарданеллы, сбился с курса, попал в наши воды, пошел на ковковку через Херсон, но мы его перехватили. Вы знаете, я никогда не видела живого кита. А дохлого? Тоже не видела. Жаль. А скажите, у него есть это вот... Детские витамины в печени? Нет, 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 я забыла. Амбра в кишках? А что это такое? Амбра, это драгоценнейший продукт. Кит очаровательная. Это настоящий универмаг. Представьте себе, 9 часов утра, открывается пасть. Вы входите, слева по пищеводу, парфюмерный отдел. Все, что душе угодно. Пудра, духи, помада, спермоцет. Где он? Кто, хит? Спермоцет. А, извините, сегодня закрыто на переучет. Вы отъявленный лгун потихонечку. Ну, почему же лгун? Ну, простите, пожалуйста, все, что угодно, я исполню. Все, что угодно? Пожалуйста. Хорошо. Зажарьте мне обыкновенную одесскую скумбрию. К сожалению, я ее могу вам только нарисовать. И то по памяти. Вот уже три года, как она не заходит в наши морские воды. А зажарить я вам могу. А то тихоокеанскую скумбрию. Пожалуйста. Много есть на свете всяких рыб. И всех нарисовать вы мне смогли. В моем сачке трепещут окуни и судак. Рисовать я вижу вы на стол. Альбина, я рыбку вам покину. Недаром с удочкой встречаю я зарю. Сердечно вас благодарю. Я не терпением горю. Вы не обманете Альбину. Альбина, клянусь, я как мужчина. Даю вам слово гарпунера рыбака. Ах, не воняйте дурака. Куплю на рынке судака. И вы закончите путину. Я спою песню о море, Которую написал Муслим Магомаев. Моя вернусь. Голубер мчает. Песни приводят. Рассвет разбудит. Сердце как друга Море встречает. Сердце как песнь Летит из груди. О море, море, Меданым скалам Ты ненадолго Подаришь плевой. Море не зимия, Дальние лари, Паруса малым Вместе с собой. Грустные звезды В поисках вас Сквозь синюю вечность Ленят на земли. Но лишь навстречу им Детские сказки На синих ладонях Несет корабли. О море, море, Меданым скалам Ты ненадолго Подаришь плевой. Море не зимия, Дальние лари, Паруса малым Вместе с собой. С собой. О море, море, Меданым скалам Ты ненадолго Подаришь плевой. Море не зимия, Дальние лари, Паруса малым Вместе с собой. С собой. С собой. С собой. Всегда. С собой. Большое спасибо вам, Николай. Я желаю вам больших успехов в вашей работе и еще больших успехов в вашем увлечении музыкой. И обещаю вам, что как напишу только новую песню, обязательно пришлю их с берегов Каспия на дальневосточные берега. Спасибо. А сейчас я для вас, ваших друзей и всех, кто слушает наш Огонек, исполню русскую народную песню «Вдоль по Питерск». «Вдоль по Питерск» «Вдоль по Питерской» «Вдоль по Питерской» «Вдоль по Питерской» «Вдоль по Питерской» Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok